МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Только натуральные продукты. В Республике планируют развивать органическое земледелие. Геймерский батл. В столице Чувашии прошел турнир по киберспорту среди студентов. Покоряя городские склоны. Сноубордисты Чебоксар показали, на что способны. Никаких антибиотиков и гербицидов в сельском хозяйстве. Только натурпродукт. Это органическое земледелие. Его планируют развивать в Республике и стране при государственной поддержке. Проект закона сегодня одобрили на заседании Кабинета министров Чувашии. Выращивать культуры без гербицидов, используя биологические удобрения. В животноводстве полностью отказаться от антибиотиков, неодобренных кормовых добавок. Органическое земледелие в Европе набирает обороты. На здоровую органическую пищу растет спрос. Над развитием этого направления задумались на уровне российского правительства. Федеральный закон направлен на создание законодательной основы и господдержки производителей органической продукции. Соответствующий республиканский законопроект одобрили сегодня на заседании Кабинета министров. У нас пока Россия на мировом рынке занимает всего 0,2% органических продуктов. Но федеральное правительство планирует, чтобы в течение ближайших лет мы займем не менее 10% мирового рынка. И в первую очередь ставка делается на необрабатываемые земли сельхозназначения, которые очень долго не были в обороте. Соответственно, там не применялись удобрения химические. И эти земли как раз полностью подходят к заведению органического земледелия. Пока правовые основы в Чувашии только создаются. Отдельные сельхозтоваропроизводители частично занимаются биологизацией земель. Перспективы у этого направления весьма обширные. Ведь всем хочется употреблять здоровые продукты. Еще один законопроект, который обсудили министры, усовершенствование налоговой системы. В 2019 году для улучшения условий исполнения лицами обязанности по уплате налогов им предоставлено право их уплаты через МФЦ, а также право добровольного перечисления в бюджет единого налогового платежа в счет уплаты транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц. То есть теперь все налоги единой суммой можно будет оплатить в одном месте, в многофункциональном центре. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика. По мнению руководителя строительной компании «Старко», правительство республики, выступая заказчиком при возведении особо важных объектов, не обеспечивает договоры денежными средствами из бюджета. Он даже написал по этому поводу официальное письмо в администрацию президента России. В качестве примеров привел строительство группового водовода для Комсомольского, Батревского и Шимуршинского районов, Индустриального парка и Кадетского корпуса в столице. То, что они указывают, государственные заказчики, соответственно, не обеспечивают финансированием. Все эти процедуры, они проведены публично. За уши никто никого не таскал. Они участвуют в электронных торгах, нажимают кнопки, дают скидки, потом выигрывают. Директор фирмы обращался с исками даже в суды, но проиграл их. Суды он проиграл, то есть позиция бюджета и министерства, она подтверждена юридически. Тут хотелось бы добавить, что в письме там пишет на 80 миллионов, а сумма исков, которые предъявляет, на 34 миллиона. И причем есть и решение арбитражного суда Чувашской республики, есть постановление первого апелляционного суда во Владимире, то есть в исках отказать в полном объеме, как несоответствующая действительности. Правительство республики при заключении договоров работает в соответствии с законом и всегда выполняет свои обязательства. И что касается долгов регионального бюджета, особенно по детской школе, это полная ложь, поскольку он в каждом письме даже сумму нормальнее называет. От 14 он писал, 19 мы должны, от 21 написал, 16, а фактически 28 последний платеж предъявил на 7,5 миллионов подтвержденный. Все платежные поручения, которые подтверждены, соответственно, выполнением работы, оплачиваются своевременно, не задерживаются. Сегодня имеется остаток средств. У школы, мне подсказывают, 44 миллиона. То есть, соответственно, если есть подтвержденные объемы работы, они будут оплачены своевременно. Система водоснабжения и водоотведения модернизируют в Чебоксарах. В частности, в строительство отводящего коллектора реки Кайбулки вложат 203 миллиона рублей. В общем, на улучшение качества сбрасываемой Волгу воды направят почти 4 миллиарда. Средства будут поступать от нового банка развития. БРИКС. Кредит в размере 320 миллионов долларов предоставят пяти волжским городам. Иваново, Держинску, Рыбинску, Волжскому и Чебоксарам. Соглашение с банком подпишет Минфин России. Средства будут возвращаться за счет федерального бюджета в течение 20 лет. Чебоксарам одобрили заявку по десяти подготовленным проектам. В числе первых глава Чуваши Михаил Игнатьев на заседании Кабинета министров обозначил реконструкцию загородного коллектора. На участке камеры гашения в районе дома номер 1Б по Марпасадскому шоссе города Чебоксары до камеры учета стоков на босс город Новочебоксар. Это сумма почти 475 миллионов рублей. Мы за счет регионального бюджета реконструировали босс, вышли на третий этап. Эти средства нам позволяют еще лучше работать по вопросам экологической безопасности. И с учетом федеральной программы оздоровления Волги еще лучше очищать сбросы, стоки. И чтобы никаких неочищенных сбросов Волгу мы с вами не производили. Полиция Республики повышает эффективность своей работы. Это отмечают в федеральном центре. Итоги работы МВД Чуваши подвели сегодня на коллегии. Приоритеты перед стражами порядка расставил и глава региона. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Итоги работы МВД подводили в расширенном составе. В президиуме коллегии ведомства руководители всех правоохранительных структур, от взаимодействия которых и зависит криминогенная обстановка. Ведь стабильность – общая задача. Главный полицейский региона отметил, что по данным опроса за прошлый год, доверие жителей к стражам порядка увеличивается. Возросла уверенность граждан защищенности от преступных посягательств на 4,4%. И эффективность деятельности органов внутренних дел по защите личных и имущественных интересов граждан на 2%. Одно из основных направлений дальнейшего совершенствования работы с гражданами является повышение качества предоставления государственных услуг. В республике снизилось количество разбоев, краш и угонов машин. Уровень раскрываемости преступлений растет. И это отмечают в полиции. Главное – мерило в работе МВД. Многое зависит от оперативности. Реагировать на тревожные вызовы, наряды полиции должны за 10 минут, и это максимум. Раскрывать преступления сотрудникам МВД помогает и аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Под надзором видеокамер дороги, многолюдные места и дворы. Благодаря большому брату просечено сотни краж и угонов. Под особым контролем раскрытие особо тяжких преступлений. В этом полицейским региона помогает современная лаборатория ДНК. Такая экспертиза необходима, когда сыщикам недостаточно улик. Благодаря работе специалистов суд передали немало уголовных дел. Ее экспертами в прошедшем году выполнено свыше 700 экспертиз и исследований. Их результаты позволили установить 149 лиц, совершивших преступление. Личность неопознанных, 15 неопознанных трупов. Благодаря проведенной ДНК-экспертизе удалось доказать причастность матери к убийству новорожденного ребенка в городе Канаж. Приоритет в работе МВД – борьба с наркобизнесом. Только в прошлом году из незаконного оборота изъяли более 75 килограммов психотропных веществ. Это один из лучших показателей по стране. Чаще всего в полицию стали обращаться граждане, которые пострадали от кибермошенников. Стражи порядка, отмечает Сергей Нияскин, должны идти на шаг впереди преступников. Жертвами бесконтактных хищений стали 1510 жителей республики. Причиненный ущерб превысил 69 миллионов рублей. Укреплена штатная структура, специализирована подозрение уголовного розыска. Сформирована группа по раскрытию бесконтактных хищений не только в аппарате МВД, но и в территориальных органах. Михаил Игнатьев отметил, что криминогенная обстановка в регионе должна улучшаться. Первостепенная задача, государственная задача – обеспечить стабильность на территории Чувашки-Ресвоботе. Развивая экономику, создавая новые производства с высокой производительностью для того, чтобы увеличить уровень заработной платы. Одна из главных задач – сократить количество ДТП. Для этого из бюджета региона выделят необходимую сумму на модернизацию дорожного комплекса фото- и видеофиксаций. Мы должны добиться 4 летальных ислода от дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч населения. Вот это показатель. Очень сложно добиваться, но для этого есть мы, органы власти, управленческая команда, безопасные, качественные автомобильные дороги. И люди отзываться начинают положительно по этим вопросам. Разные перекрестки благоустраиваются. Лучших сотрудников ведомства отметили благодарностями. По итогам работы за прошлый год наград были удостоены отделы Алатарского и Комсомольского районов, а также города Канаж. Главе региона вручили почетную грамоту от руководителя МВД Владимира Колокольцева. Между правительством республики и стражами порядка от налажено эффективное взаимодействие. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Вилеев, Республика. В этом году на предприятие тракторные заводы планируют принять 2500 работников. Потребность в кадрах возникла из-за увеличения объемов производства. Похоже, трудные времена для концерна позади. Напомню, в мае 2018 у тракторного завода в Чебоксарах появился новый владелец. Московская компания «Трансмашхолдинг». Сейчас для реализации намеченных производственных планов необходимо больше рабочих. В концерне будет создан единый центр для подбора персонала. Новая кадровая служба объединит вакансии для трех производственных предприятий гражданского дивизиона. Тракторных заводов, агрегатного завода, промтрактора, промтрактора «Промлита». Среди самых востребованных рабочих специальностей – операторы станков с программным управлением, электрогазосварщики, обрубщики, заливщики металла, земледелы, токари, фрезеровщики и другие. Герои следующего сюжета на просьбу родителей перестать. Сидеть за компьютером и пойти погулять могут смело отвечать. У меня тренировка. Речь о киберспорте. Соревнования среди студентов чебоксарских вузов прошли в страйк-арене. Турнир, организованный молодой гвардией, так и назвали – «Гвардейский». За боями наблюдала Ольга Пырочкина. Все, пошли, давай, заходим, 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 заходим. Подсадка! Для стороннего наблюдателя киберспортсмены – это непонятные существа, которые могут сутками не отрываться от игры без перерыва на еду и прочие человеческие потребности. А еще говорящие на непонятном языке. Иди плэн, зачекай плэн, зачекай плэн, дочекай плэн. Банан занимаем, банан занимаем, банан занимаем. Я даю флешку на банан. Скажите, что такое банан? Вот это область. Область на карте инсерна. Флешка, ступляющая граната. Хаэй – это взрывающая граната. Чебоксарские студенты соревновались в контр-страйк или, на языке игроков, в контру, на выбывание. Восемь команд по пять человек. Для большинства это пока скорее хобби, чем профессиональное занятие. Иными словами, это еще не спортсмены, а скорее геймеры. Отдых после учебы, после практики. Расслабление какое-то. Впрочем, есть в республике и профессионалы, и даже республиканское отделение Федерации компьютерного спорта России. Компьютерный спорт помогает развивать, во-первых, командный дух. То есть человек потом придет работать куда-то, новый коллектив. Здесь человек собирает свой коллектив сам. Сам с ним взаимодействует. Плюс, соответственно, здесь реакция очень сильная играет роль. Кроме того, большинство игр требует навыков выработки тактики и стратегии. И никто не отменял спортивного поведения. Алкоголь строго запрещен. То есть у нас с алкогольным состоянием приходить запрещено. Официальных соревнований в Чувашии пока проводится немного. И гвардейский турнир – одно из них. Это интересно, потому что для студентов это наша целевая аудитория. Мы с ними работаем. И вот в преддвериях как раз Дня студенчества мы решили организовать такой вот турнир по компьютерному спорту. Победители получают кубы, грамоты и прозвища типа «Местный симпл» или «Саша Костырев». Это примерно как Акинфеев в футболе. Ольга Пырычкина, Борис Андреев, Республика. Бойцы студенческих отрядов на круглосуточной вахте. 65 ребят из Чувашии отработали зимнюю смену на российских железных дорогах. Что было интересного и чем запомнились маршруты, узнавала Юлия Важенина. Посадить пассажиров, прибрать вагон, раздать белье, наладить температурный режим, а еще вовремя растопить котел и очистить подвагонное оборудование от снега и льда. Так выглядит обычный рабочий день проводника железной дороги. В этом году 700 бойцов российских студенческих отрядов отработали проводниками в зимнюю смену. В их числе 20 студентов из Чувашии. Почти месяц бойцы обслуживали поезда дальнего следования. Для меня это была первая зимняя целина. До этого я отработала летом. Мне очень понравилось. Я подумала, почему бы не провести свои новогодние каникулы на железной дороге. Самое сложное было работать без выходных. Студенческие сервисные отряды – тоже популярное направление у бойцов. В этом году в составе республиканского студенческого сервисного отряда отработало 44 человека. Они работали в Крыму в гостиничном комплексе «Ялта Интурист». Работали поварами, официантами, кухонными работниками, горничными. Направление такое популярное, потому что студенты работают по своим специальностям. Например, Диана Бараматова учится на технолога общепита. А в «Ялте» работала поваром кондитерского цеха. Научилась делать много новых десертов. Пекли булочки, делали пирожные, тортики. Мне это очень нравится. Если будет возможность, я обязательно поеду еще раз. Привлекает студентов и возможность подзаработать. В зимние дни работы побольше и зарплаты, соответственно, побольше. Я третий раз уже ездил. Мне там очень понравилось. Я бы хотел еще вернуться. Там прекрасный коллектив, хорошая атмосфера. И много работы, которая меня ждет. Команда проводников и сервисный отряд – далеко не единственное направление работы на зимней целинии. Буквально неделю назад наши студенты уехали работать в Воронежскую область в составе Всероссийского студенческого сельскохозяйственного отряда «Зверополис». Они уже приступили к работе и шлют нам привет. Привет, мальчик! С вами студенческий лейтенантный отряд «Зверополис». Мы в Воронежской области в составе Всероссийского студенческого сельскохозяйственного отряда «Остров». Мы будем проходить целену в течение двух месяцев. в качестве поможенных вентиляционного вруча за эти отдыха. Сейчас бойцы РСО активно готовятся к своему празднику. 17 февраля – День российских студенческих отрядов. Уже с начала следующего месяца во всех штабах трудовых отрядов республики начнут работу фотовыставки. Второй год подряд в столице Чувашии пройдет бал РСО. 18 февраля в торжественной обстановке будут честовать лучших бойцов, вручать свидетельства стипендиатам, да и просто отдыхать. 27 января в воскресенье в Чубаксарах пройдет региональный робототехнический фестиваль. Всех желающих окунуться в мир компьютерных технологий ждут в Академии искусств. Шагающий шорт-трек, перевозчик, башня, путешественник, робокарусель, лекаренок, отборочный тур республиканских командных соревнований по робототехнике Профест Чубаксары 2019 пройдет по этим направлениям. Ожидается около 300 участников. Посмотреть и поболеть за команды могут прийти все желающие. Итоги подведут в этот же день. Команда победителей отправится на Всероссийский робототехнический фестиваль Профест в Москву. К тому же 27 января там же в Академии искусств пройдет ассамблея юных изобретателей. Участники соревнований и гости фестиваля смогут стать участниками различных мастер-классов по техническому и творческому направлениям. Две склеенные лыжи и веревка. Так в 60-х годах прошлого века в Америке появился новый вид спорта – снёрфер. Прародитель сноуборда. Катание на доске с заснеженного склона быстро завоевало популярность во всем мире. Где в Чубаксарах можно покататься, узнавала Татьяна Леонтьева. Главное – правильно подобрать доску для катания. От роста отнимаем 20-25 см и вот нужная длина снаряда. Для новичков желательно доски брать чуть поменьше, чтобы они более маневренные и меньше усиливали. Проще вращать, поворачивать. И помягче доска должна быть. Она прощает ошибки. Анастасия Покурова – начинающий райдер. Такая доска для неё идеальна. Как и склон около дома правительства. На таком удобно учиться кататься и падать. Доска, огонь, погода. Тоже огонь, холодно. Слава богу, ветра нет. Склон, склон крутой. Я советую всем, кто только встаёт на борт, учиться на этом склоне. Не ездить никуда, пока ты хотя бы вставать на борт не научишься. Потому что это очень травмоопасно. Другая сноубордистка Анастасия Соколова катается уже пятый сезон. За её плечами покорённые склоны России и Европы. И по традиции наклейки на борде. Ну, это, собственно, одно из мест, в котором я была. Это Эльбрус. Следующая наклеечка с Франции. Склон около дома правительства – одно из любимых мест для катания. Удобство 100%. Потому что с любой точки города можно добраться. Всегда можно припарковать машину. Тем более это в центре, с таким красивым видом, в собственном городе. Не нужно никуда ехать. Можно даже добраться на общественном транспорте, на троллейбусе спокойно. То есть по всем параметрам вообще идеальное место расположения. Здесь же можно научиться различным трюкам. Трюк будет называться фронтсайд. Получается, лицом будет разворачиваться на 270 градусов. И вставать на ведущую ногу, на опорную. И буду скользить, наверное, я. Давайте попробуем. В прошлом сезоне здесь сделали подъемник и открыли пункт проката. Всего их три в Чебоксарах. На борт учатся вставать в любом возрасте. От 3,5 до 65 и старше. Главное – заниматься с опытным инструктором. Самостоятельно научиться можно. Но это дольше и болезненнее. Можно еще через боль отбить желание катания на сноуборде. Вначале сноуборд непонятен. Сложно понять, как, что делать. А инструктор вам дает советы и корректирует ваши ошибки. За пару таких занятий можно освоить стойку и научиться спускаться со склона. Сноуборд не так сложен, как кажется. Главное – желание, говорят инструкторы. А все остальное в Чебоксарах уже есть. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Завтра, 23 января, в 12 часов в прямом эфире на нашем канале. Смотрите послания главы Республики к Государственному Совету Чувашии. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова